Киберавтотех Минута пошла. Наши корреспонденты сыграли во что, где, когда самым молодым капитаном интеллектуального клуба Борисом Белозеровым. Чья взяла? Об этом через несколько минут. Члены совета директоров автогиганта во главе с председателем и генеральным директором госкорпорации Ростех Сергеем Чемзовым посетили инжиниринговый центр Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Там прошла презентация передовой инженерной школы. Это федеральный проект по подготовке инженерных кадров для машиностроительной отрасли. Передовая инженерная школа Киберавтотех станет новым подразделением инжинирингового центра Набережно-Челнинского института КФУ. КАМАЗ в ней выступает стратегическим партнером. В школе будут обучать тех, кто уже окончательно решил связать свое будущее с машиностроением. То есть это не просто кружок или курсы, а полноценная подготовка к учебе в университете. Здесь более подробно мы изучаем, как строить детали. То есть в школе чертения сейчас нет, а вот в КФУ как раз-таки преподается это все. Досконально разбирается, что, как строить. Мне нравится это направление. Хочу в будущем поступить в КФУ и продолжить обучение как раз на факультете машиностроения. Мне это необходимо. Учащихся школы планируют вовлекать в решение реальных производственных задач, а также интегрировать их практические результаты в сегмент высокотехнологического предпринимательства. Некоторые из идей ребят уже реализуются на промышленных предприятиях. В этом убедились и члены совета директоров КАМАЗа. Данное изделие уже производится на компании ООО «Автотехник» с использованием систем автоматизированных линий и промышленных роботов. Я надеюсь, что вы будете использовать свои наработки, идеи, разработки, в том числе и на нашем КАМАЗе. И когда завершите обучение, предъявите данную работу. В проекте по соисканию федерального гранта участвуют свыше 90 инженерных вузов из 40 регионов страны. Финансовую поддержку получат только 30 лучших. Итоги должны подвести в ближайшие дни. Передовая инженерная школа, созданная в КФУ, еще не победила в отборе, но по решению руководства КАМАЗа, вуза и республики проект будет реализован в любом случае. За 8 лет из школы планируют выпустить почти 9 тысяч инженеров. Высшая передовая инженерная школа. Что это такое? Это как раз то место, где будут создаваться самые яркие, самые передовые технологии, которые нашу страну продвинут вперед во всем мире. Сегодня мы с вами даем старт уникальному, грандиозному проекту, который называется «Обеспечение технологического суверенитета независимости нашей страны». «Ростех» поддерживает идею КАМАЗа принять участие и совместно с филиалом Казанского университета создать такую инженерную школу на базе вот этого вуза. Нам, конечно же, нужны такие талантливые ребята. Наша компания обязана смотреть далеко за горизонт, а что будет через 10, через 15 лет и без создания крупного научного центра по подготовке инженеров, мы, конечно, о будущем думать не можем. Я считаю, что выдается в случае победы в конкурс отличный шанс развить материально-техническую базу, создать условия для обучения наших студентов. Открыв инженерную школу «Киберавтотех», члены совета директоров «Автогигант» отправились в научно-технический центр КАМАЗа. Конструкторы НТЦ показали новейшую разработку — уникальный самосвал КАМАЗ-6559 «Юпитер», предназначенный для карьерных работ полностью в автономном режиме. Даже показали его в движении, как и другие новые автомобили поколения КАП-5 на новом испытательном полигоне. А председатель совета директоров Сергей Чемизов лично сел за руль нового 40-тонного карьерного самосвала «Геркулес». После проезда он остался удивлен увиденным. Шикарный автомобиль. Как на «Мерседесе». Управляется очень легко. Я, честно говоря, думал, что он бензиновый. А где коробка? Автоавтомат, электрическая. Фантастика. Константин Величко, Олег Городьков. Вести КАМАЗа. Представители ремонтных подразделений «Автогиганта» провели стратегическую сессию развития инженерного центра КАМАЗ. Главная цель — повышение эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования. Как в ближайшие годы КАМАЗовские ремонтники будут ее реализовывать? Узнаем прямо сейчас. На КАМАЗе эксплуатируется более 26 тысяч единиц технологического оборудования. Из них 2800 — лимитирующее, то есть то, которое в случае выхода из строя невозможно заменить другим. В прошлом году средний простой в ремонте одной единицы лимитирующего оборудования составил чуть более суток. По собственным оценкам ремонтников, в прошлом году все возникающие проблемы их служба успешно решила. Однако с изменением модельного ряда нагрузка на ремонтную службу выросла в разы. «Мы должны сейчас найти на ближайшие 2-3 года пути решения тех проблем, которые возникли. Ну и на ближайшую пятилетку определить стратегические цели, которые должны будем уже достигать с учетом тех новых требований, которые сейчас есть». Основные направления развития, которые обсуждались на сессии — это бизнес-процесс технического обслуживания ремонта оборудования и работа с персоналом. Больше всего ремонтников по отношению к общей численности работников на литейном и кузнечном заводах. Они составляют треть. «Если проговорить про напряженность, про интенсивность, про загрузку персонала, по заводам ремонтного, тоже есть какая-то существенная разница. Значит, наиболее загруженный персонал ремонтников получается на автомобильном заводе, если считать, поменится в оборудовании одного ремонта. Также высокая нагрузка на Лизе и на заводе запасных частей». В прошлом году ремонтники начали внедрять в своей работе цифровую систему САП. В ней будет собираться вся необходимая информация по ремонту оборудования. Система уже действует на нескольких заводах. Основные этапы внедрения САП должны завершиться к концу года. «Информация будет анализироваться, и мы будем уже четко знать точечно, где мы, когда и должны произвести ремонт, где, в каком состоянии. То есть, если у нас оборудование показывает большие затраты по оборудованию, значит, будет приниматься решение полностью по замене этого оборудования. Сейчас эта информация не оцифрована, она ведется в ручном режиме, поэтому это накладывает определенные проблемы». На сегодняшний день главная задача ремонтников – выработать общую идеологию, чтобы все подразделения смогли разработать стратегию развития и определить необходимый объем финансирования. Все это необходимо для повышения эффективности использования оборудования. Ксения Чернильцева, Олег Горозьков, Вести КамАЗа. В эти дни в Тульской области проходит юбилейный 10-й международный форум инженера будущего. Он организован Союзом машиностроителей России. Конечно же, специалисты КамАЗа на нем снова представлены. А что ждет наших инженеров будущего на форуме, и без чего в форуме невозможно принять участие? Наши корреспонденты встретились с командой автогиганта перед самой отправкой. В этом году Международный молодежный промышленный форум инженеры будущего проходит в юбилейный 10-й раз. Масштабы впечатляют. На форум приехали полторы тысячи участников от 150 предприятий, входящих в Союз машиностроителей. Их ждет насыщенная деловая и образовательная программы, учебные факультеты и круглые столы, где будут обсуждаться темы передовых технологий производства. КамАЗ на форуме представят 10 молодых специалистов. Есть опыт за плечами, и на какие-то технические, каверзные вопросы я готов ответить. Где-то готов загнать в тупик комиссию. Кому-то еще нужно учить. Да, кого-то научить, то есть на моем горьком опыте. Почему бы и нет? Подготовиться заранее к участию в форуме невозможно. Каждый раз организаторы придумывают новые темы и задания деловой и образовательной частей. За активность в них команде и лично каждому участнику начисляются очки, которые суммируются и определяется победитель. Кстати, название «Инженеры будущего» не говорит о том, что в форуме будут только инженеры. Это и производственники, и кадровики, и специалисты по работе с молодежью, и многие другие. В формате игры какой-то или в формате общего штурма вот таких вот специалистов разного уровня происходит какой-то скачок такой прогрессивный в плане того, что помогаем решить определенные вопросы, которые не могут решить специалисты на местах. Дополнительно участников ждет спортивная программа. В частности, молодые машиностроители познают искусство борьбы дзюдо, а девушки определят лучшую в конкурсе «Мисс Форум». В нем КАМАЗ будет представлять специалист по социальной работе литейного завода Ирина Булаева. Творческий номер у меня будет барыня-садарыня с ложками, с русскими музыкальными инструментами в очень красивом русском, таком стилизованном костюме. Вот он мне очень идет, надеюсь, принесет мне удачу. Если я пройду в финал, там нужно будет собирать костюм инженера будущего 3022. То есть из каких-то неопределенных материалов, я не знаю даже, что дадут. Участвовать в форуме «Инженеры будущего» могут только члены Союза машиностроителей России. Поэтому перед отправкой заместитель директора Департамента качества автогиганта Александр Абраменко вручил КАМАЗовцам удостоверение и значки членов Союза. И пускай не все из них инженеры, зато это точно специалисты широкого профиля, способные достойно представить автогигант. Константин Величко, Роман Гейтман. Вести КАМАЗа. На заводе двигателей в термогальваническом производстве открылась первая на автогиганте комната психологической разгрузки. Она была построена согласно новой редакции коллективного договора. Сколько дизелистов одновременно смогут расслабиться в этом помещении? И сколько еще подобных комнат планируется построить на автогиганте? Из разведки вернулись наши корреспонденты. Это комната психологической разгрузки. Исходя из названия, понятно, что здесь заводчане в обеденный перерыв смогут не только перекусить, но и в тишине снять физическое и эмоциональное напряжение. Комната шумоизолирована и оснащена разнообразным оборудованием. Имеется вендор с готовыми блюдами, микроволновка, холодильник, кулер с водой, кондиционер, вытяжка и не только. Она необходима для нас всех. Мы очень рады, что у нас сегодня открыли такую комнату, ждали долго. Когда вот чай и пить, и бывает, людям же все равно надо где-то собраться, где-то вот отдохнуть. Тут посмотришь, везде темно и как бы пугающая на первый взгляд такая атмосфера. А туда заходишь, домашняя какая-то обстановка, и очень красиво. Я считаю, это нужно было зайти, чуть-чуть отдохнуть от производственной работы. Директор завода Сергей Снарский отметил, что термогальваническое производство самое горячее и напряженное на движках. Комната психологической разгрузки была построена с нуля и обошлась компанией в 4 миллиона рублей. Одновременно в ней смогут находиться 20 человек. Необходимость этой комнаты однозначно у нас назрела, так как все мы работаем на улучшение условий труда. Сегодня это основной показатель у нашего персонала, который действительно указывает в приоритетах это условие труда. Поэтому здесь мы смогли реализовать все те требования, которые выставляют наш персонал. Надеюсь, что эта комната будет востребованная и в конце концов поможет нам улучшить нашу производительность труда. Комната построена в рамках выполнения обязательств КамАЗовского коллективного договора. Но на этом автогигант не остановится. Такие же комнаты планируют открыть на каждом из заводов компании. И не по одной. Я думаю, что не менее 15. Востребованность, я думаю, что будет высокой. Мы хотим получить обратную связь от сотрудников по тому, как они будут использовать. Удобно ли все, ли там учтено, достаточно ли метража, достаточно ли там других условий созданных. И вот на основании уже полученного опыта доработаем проект и будем предъявлять уже проект с учетом уменьшения изменений, которые востребованы. До конца года запланировано открытие еще двух подобных комнат. Обе откроются на литейном заводе. Ксения Чернильцева, Олег Горозьков, Вести КамАЗа. Самый умный, а еще самый молодой капитан команды телевизионного интеллектуального клуба «Что, где, когда». На КамАЗе побывал обладатель хрустальной совы Борис Белозеров. В набережные Челны он приехал в качестве почетного гостя интеллектуального чемпионата на Кубок Мэра. Но перед этим он таки не смог пройти мимо настоящего гиганта, такого как КамАЗ. Что удивило знатока на производстве? И смог ли он ответить на вопрос нашего телезрителя, вернее корреспондента? Узнаете все из следующего сюжета. Знаток интеллектуального клуба «Что, где, когда» Борис Белозеров впервые на таком крупном предприятии, как КамАЗ. По образованию он экономист, поэтому вслушивается в каждое слово, сказанное специалистами. И о работе конвейера, и о современных технологиях управления. Четко все расписано по каждой позиции, до 80 секунд и не более. Если где-то превышение, сразу идет перераспределение между позициями. Есть на главном сборочном конвейере операция стыковки кабины и рамы. На автогиганте ее называют «женитьба». Об этом немногие знают, поэтому мы решили воспользоваться моментом и задать гостю вопрос в стиле «что, где, когда». Надо сказать, что Борис дал практически правильный ответ. «Ну, любопытно. То есть, да, вот где кабина стыкуется с рамой, что... Ну, у меня вот остается, что это как голову к телу приделывает. То есть, непростой вопрос, но интересно, интересно. Давайте еще подумаю немножечко, как это может быть». «При стыковке образуется фара». «Свадьба. Красиво. Красиво. Это, кстати, хороший вопрос. Спасибо за него. Я запомню. И это прямо достойно вопроса в клубе «что, где, когда». Вполне себе. Для Бориса на КамАЗе все в новинку. В частности, побывать внутри кабины современного грузовика пятого поколения. Более того, интеллектуал и вовсе впервые оказался в большегрузе. Но и на этом впечатления не ограничились. «Меня, наверное, еще особенно впечатлило то, что вот это все было спланировано нашими специалистами еще в 70-е годы, когда КамАЗ только строился. Все эти вот конвейерные линии. Сложно оторвать глаза на самом деле от происходящего. Нужно заставлять себя, потому что нужно следить, чтобы не попасть под что-то перевозимое или никуда туда зайти. Очень увлекает на самом деле. Здорово, что удалось побывать». На прощание гость пожелал, чтобы каждый житель страны смог увидеть, удивиться и восхититься работой КамАЗа. А еще Борис надеется, что если в интеллектуальном клубе когда-то будут вопросы про автогигант, то они попадутся именно его команде. После визитов в Челны ответить на них обладателю хрустальной совы труда не составит. Константин Величко, Олег Горозьков, Вести КамАЗа. Вести КамАЗа берут небольшую паузу на летние каникулы. Впрочем, о новостях автогиганта в это время будет кому рассказать. Посещайте наш портал вестикамаза.ру, подписывайтесь на наши соцсети, читайте газету Вести КамАЗа. Ну а нам Ксении Чернильцевой и Павлу Михно осталось только откланяться и договориться о новой встрече на прежнем месте. Телеканал Челны ТВ 18.00. Всего самого доброго. И берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»